Представьтесь, пожалуйста, полностью. Ты работаешь, занимаешься. Чем ты вообще? Меня зовут Паша. Я работаю в статистике. Я госслужащий. Паша, слушай, ну вот как пришла идея поучаствовать в велопараде? Или ты вот каждый день катаешься просто на велосипедах? Ну вообще, мне понравилась идея проехаться массово на велосипедах. Пропаганда здорового образа жизни. Я очень это поддерживаю. Я не мог просто пройти мимо такой замечательной акции. Я правильно понял, что ты реконструктор, да? Вообще да, я реконструктор. А это как, вот в свободное время ты этим занимаешься, получается? Да. А и костюм, вот твой национальный костюм, он к чему привязан? Ну просто вот, потому что это захотелось так или это имеет какой-то смысл под собой? На самом деле это просто русская рубаха. Так называемая стилизация. То есть жестких рамок никаких нету данной рубахи. У меня, конечно же, есть реконструкция каких-то определенных рубах. Рубах 12 века, там, более поздние. Но они не такие нарядные. Я поэтому решил надеть нарядную, стилизованную русскую рубаху. А почему именно на это мероприятие? Ну, мне было проще всего надеть русскую рубаху. Она у меня есть, я приехал. Я считаю, что она очень нарядная, красивая. Я очень люблю нашу культуру русскую. Я ее, в общем, поддерживаю вот тем, что я ношу рубаху. У нас тут были некоторые еще там мероприятия спортивные, например, смоленские витязи. Но я тоже сюда, конечно же, являлся эту рубахе. Мне кажется, она классная. Слушай, а чего еще вот ожидаешь, в принципе, от велопарада от этого? Просто массовые покатушки. Это весело. Я не за приз пришел сюда. Я пришел просто массово увидеть, что много людей занимаются великами. Я любитель, я не профессионал. Езжу под настроение. Слушай, ты вот считаешь, что такие мероприятия нужно чаще проводить? Конечно, конечно. У нас на самом деле не так уж много. Раньше у нас здесь в Рядовке проводились пробежки массовые. Но они какие-то были под флагами. Но у нас вот только веселый роджер. Да, у нас так просто, как бы, мне кажется, что спорт надо популяризировать. У нас очень сейчас много популяризаторов всякой аморальщины. Всякого разложения. Я не хочу сказать про духовные скрепы, что надо возрождать там Русь или что-то такое. Нет. Но такую деятельность, как, например, устраивает Сергей Шнуров, который там клип снял популярный очень ЗОЖ, который оскорбляет, я считаю, многих людей, которые не наслевать на свое здоровье, на здоровье своих детей, которые уже есть, либо будущих детей. Я считаю, что таких людей должно быть меньше. А тех людей, которые ездят на великах... Ведь согласитесь, что старшее поколение, очень многие считают, что велики это просто покатуски подростков, каких-то инфантильных личностей. Но мы знаем, например, Амстердам, который весь перемещается на великах. Велосипед – это средство передвижения номер один. Я, конечно, хотел бы, чтобы велосипедов в нашем городе все было больше, все больше люди не сидели на месте и больше ездили, двигались, бегали.